здравствуйте коллеги кто меня слышит прошу поприветствовать таким же образом начну пока кто-то еще не выйдет с небольшого такого социального ролика простите я не знал что это преступление экстремизм это преступление илье 16 лет он получил уголовное наказание за то что активно репостил в социальной сети на своей странице видеоролики и картинки на которых светлокожие люди избивали тех кто не похож на них по цвету кожи или по национальности и добавлял комментарий так им и надо илья хотел казаться смелым и независимым заработать уважение сверстников но оказалось наоборот потерял авторитет среди здравомыслящих людей и получил уголовное наказание эта судимость в будущем закроет парню множество перспектив например он не добьется высоких целей потому что многие дороги будут закрыты для него не сможет интересно проводить время со сверстниками да и просто беззаботно радоваться миру так как свою юность он проведет за решеткой что такое экстремизм согласно статье 282 уголовного кодекса российской федерации экстремизм это действия направленные на возбуждение ненависти вражды или унижения достоинства человека либо группы лиц по признакам пола расы национальности языка происхождение отношения к религии а равно принадлежности какой-либо социальной группе совершенные публично или с использованием средств массовой информации как стримистским действиям относятся одобрение нацистской символики жестоких действий националистов избиения людей другой расы создания враждебных надписей и символов террористических групп на уличных объектах или в соцсети на личной странице а также лайки репосты или поощрительные комментарии с подобной информацией призывы совершать насилие в отношении вышеуказанных лиц на улице или в сети интернет тоже наказываются по уголовному кодексу по статье 280 за экстремизм законом предусмотрено лишение свободы на срок до 6 лет ежегодно в следственном управлении следственного комитета российской федерации по алтайскому краю возбуждаются десятки уголовных дел большинство подобных преступлений совершаются в интернете в основном людьми от 14 до 22 лет которые порой сообщали следователям что не догадывались о противоправности своих действий но незнание закона не освобождает от ответственности чтобы не стать экстремистом помните прежде чем публично высмеять что-то написать лайкнуть или сделать репост следует задуматься не оскорбляет ли картинка видео или аудио файл чьих либо чувств к чему этот пост может побудить читающего и не нарушает ли он общепринятые моральные принципы или я теперь навсегда запомнит эти правила ведь он уже понял что люди любой расы и национальности имеют право на жизнь доброе к себе отношение и уважение ведь человечество это содружество разных культур каждая из которых интересно и духовно богата нет плохих или хороших мы единое целое независимо от расы и национальности все мы люди у нас пока не добавилось то же самое все остается то есть интересует видеоролик этот как методическая так скажем фильм для использования в практической деятельности у всех такой есть видеоролик прошу чтоб обратно связь потому что если еще буду несколько выкладывать смотреть если таких нету для использования практической деятельности не очень так скажем эффективны будут в том числе да или работал с родителями потому что как выясняется у нас после событий которые произошли у нас в январе месяце так скажем не у не очень приятных значит для бардашова этот у нас видеоролик находится вы же у нас сидел методическом объединении имеетесь там как бы присутствуете я туда этот выкладывал ролик значит там еще несколько методических новых рекомендаций фильмы значит ну и если интересно будет возможно то что презентации которые работают сегодня я их тоже туда вы выложу значит значит там создал сетевом методическом объединении небольшой такой рубрику где значит у нас фотографии то есть с курсов если кого-то остались фотографии прошу выкладывать как бы для на память так скажем чтобы у нас было оставалось она значит пока у нас еще небольшая так скажем пауза я еще один видеоролик покажу что потом уже меньше их использовать значит то что касается как раз сегодняшнего момента у нас угроза интернет пространства тоже также методические рекомендации с главным управлением бд россии по красноярскому краю с развитием новых технологий ежегодно возрастает число преступлений связанных с виртуальным пространством однако вред от таких преступлений довольно ощутимый и вполне реальный угроза состоит в том что в сети интернет в форме различных тематических изображений достаточно быстро распространяется информация негативно воздействующая на честь достоинство и репутацию в последнее время стала популярной информационная угроза направленная на провокацию ненависти и насилия к людям вовлечение подростков в различные оффлайновые группировки в целях использования их ресурсов для дестабилизации обстановки в обществе используя повышенный уровень доверия к информации из сети приема психологического воздействия виртуальные учителя прививают молодому поколению деструктивные ценности в личности несовершеннолетнего противоборствует чувство любопытства противопоставления себя принятому в обществе поведению и порядку не стоит забывать что в онлайн пространстве так же как и в реальной жизни есть друзья и враги соседи преступники и блюстители закона и поэтому влияние каждого из них на личность несовершеннолетнего а следовательно и ответственность за совершенный в сети интернет проступок может наступить наяву необходимо понимать что современное развитие компьютерных технологий для имеющегося потенциала правоохранительных органов позволяет отслеживать пользователи интернета которые своими действиями допускают нарушение закона пребывание любопытных на так называемых запрещенных сайтах устанавливается полицейскими и блокируется появляемые лица привлекаются как уже говорилось к реальным наказанием так например за призывы к осуществлению антинациональной и террористической деятельности виновный понесет ответственность за совершение особо тяжких преступлений против общественной безопасности которыми предусмотрено наказание более 10 лет лишения свободы должны понимать конечно как взрослые так и несовершеннолетние о том что вся деятельность в интернете она также контролируется как и в жизни контролируется все должны понимать о том что не только друзья в интернете существует но и враги так называемые и действуя на неокрепшее подсознание и на неокрепшую психику да несовершеннолетних вот таким вот образом это осуществляется подрывная деятельность государства все чаще малолетние дети вовлекаются в преступления против половой свободы практически каждое пятое преступление квалифицируемое как насильственные действия сексуального характера совершается через интернет дети увлекшись перепиской с неизвестным виртуальным оппонентом не осознавая значимости своих действий демонстрирует обнаженные части своего тела кроме того дети также с интересом рассматривают у себя на компьютере получаемые фото и видео порнографического содержания не понимая всего возраста что это способствует развращению распущенности эксплуатации телеса к сексу и является преступлением фотографии из интернета они по истечению достаточно продолжительного времени даже может быть спустя и 10 лет и более того они могут где-то проявить себя и когда человек уже будет достаточно зрелым и понимать что это наверное ну не вполне как бы его красит аналогично совершение преступлений сексуального характера влекут значительные сроки заключения под стражу если такие действия совершает подросток к ответственности могут быть привлечены и его родители законные представители за то что они ненадлежащим образом воспитали своего ребенка не обеспечили контроль за ним не пресекли его правонарушений если в результате действий несовершеннолетнего будет нанесен какой-либо ущерб например моральный родители обяжут возместить его в материальном виде значит исходя из событий которые произошли у нас последнее время значит молодые люди были задержаны ну естественно ущерб порядка 250 тысяч у нас нанесен даже пока еще подсчитывается с прекращением работы школ значит здесь еще работа спецслужб и то есть получается люди которые забирали своих детей со школ еще то есть как бы не предъявляли никому этот ущерб по причине того что допустим отсутствовали они на работе вынуждены были с детьми сидеть то есть довольно таки серьезно такое правонарушение сейчас решается вопрос уголовное дело уже возбуждено ведется проверка к естественно по ряду причин по по известным причинам что эта информация пока не афишируется потому что могут быть и другие люди причастны единство что допустим что мне стало известно я проводил понедельник занятия с скажем с заочниками и одна не сказала да год у меня получается сосед как раз было забрали отличная семья мама врач папа там военный там бывший ребенок получился она отлично тоже никто не думал отличная семья и вообще получилось такое что пришли забрали сейчас как бы это проводится проверка то есть даже посмотреть каким образом нам готовить родители самих учителей самих значит и детей как они готовы к этому или нет значит получается что люди которые этим занимаются на порядок умея самих родителей считают себя так скажем элитой в этой области что они могут допустим используя какой-то чужой айпи адрес или обозначить место положения свое в другом регионе вообще но тем не менее у нас все таки специалисты хорошие в этом отношении это все вычисляется элементарно и теперь получается вот как в этом первом видеоролике у нас и детям проблема и родителям особенно может даже дети не осознают то что они совершили все надежды были то есть единственный сын семье все надежды были на это он получилось что подвел таких таким образом значит хотелось бы обратную связь наладить что вам как интересует какие вопросы вот именно по профилактике экстремизма терроризм вот я вот смотрю у меня здесь присутствует как раз вот люди которые у меня на курсах присутствовали проходили курсы значит я попробую все-таки решить вопрос чтобы вам какие-то сертификаты выдали по сегодняшнему посещению чтобы тоже как было это плюс большой и значит в дальнейшем все-таки если какие-то информации вас становится известно что-то интересное телефончики вы мои знаете мою электронную почту знаете то есть прошу так скажем делиться информации значит что еще хочу сказать значит сейчас я поработаем с вами по презентациям ну вот начнем допустим по порядку не тем не менее они все как бы закончены эти темы у меня вербовка молодежи в теоретические экстремизмские организации значит три вида вербовки принят это подготовительный в процессе который осуществляется выявление потенциального кандидата сбор оценки информации о нем разработка конгрессионных тактических методик вовлечения в деятельность организации то есть люди которые занимаются так скажем разложением нашего общества то есть они не просто сидят свой хлеб и едят так скажем и воду пьют они проходят определенную подготовку определенные тренинги психологически для того чтобы выявлять молодежной среде именно таких людей скажем из маргинального окружения какого-то либо которая деструктивно вообще вот ну их меньше потому что используют потому что они как бы больше риска приносит им значит непосредственные процессы вербовки это включающие себя при поведении проведение знакомительных и вербовочных бесед привлечение к исполнению отдельных акций а также приведение проверочных мероприятий на надежность кандидата то есть элементарно проверочные мероприятия там может быть то что скажем произошло у нас просто посовершить звонок и посмотреть как на один уровень вышел уже повыше получается здесь конечно очень большое влияние играют и действительно компьютерные всевозможные игры но тем не менее дети которые находят живут так скажем в виртуальном пространстве они очень сильно этому подвержены не осознавая своих действий и последствий какие могут быть то есть последующее удержание кандидатов организации с использованием различных методов психологического и физического воздействия вплоть до того что мы все про тебя знаем если что-то случится то есть выдашь нас либо значит попытаешься выйти то все твои родственники нам известные так так скажем ведут себя значит факторы способствующие попаданию молодых людей под деструктивное влияние то потребность доминирования связано с нереализованной возможности занятия позиции лидерства в своей социальной среде но здесь ясно то если есть неформальный лидер где-то в коллективе то молодые люди каким-то образом пытаются занять их место ничего другого как значит с помощью интернет пространство они не находят потому что других у них так скажем лидерских качеств нет ни физических и так далее потребности в внутреннем комфорте значит если кто-то там ему угрожает за окружение то он может как бы поступить под защиту под защиту дальнего виртуального сообщества потребность подтверждения собственной позиции потребность сочувствия и понимания но здесь вот скорее всего это чаще всего и случается что люди которые не находят ответа у взрослых в окружении находят его в интернете в том числе значит на памяти моей были девушка допустим славянской внешности которая то есть она русская попала под влияние молодого человека сейчас ходит пенджабе собирается куда-то ехать и так далее то есть с ней проводится работа в данном случае потребность с помощью организации преодолеть давление со стороны других лиц физическое экономическое политическое но здесь это уже я думаю все знаете такие случаи то есть нигде защиты не находят только в интернете через интернет уже у него все проблемы оказывается разрешаются ну и желание сотрудничества в решении мировых и глобальных проблем стоящих перед очным есть скорее всего это уже лидеры очень сильно скажем психическое воздействие физическое здесь конечно меньше всего что образ че гевары и так далее которые там пытаются давать им мы нашим новый мир построим люди которые не знаю не истоков то есть этих научных течений и коммунизма не социализма просто вот в духовном порыве пытается решить глобальные проблемы каким образом они могут лишить только путем революции так скажем да как они считают значит как мы можем все таки определить но еще раз говорю дети нас в общении с компьютером гораздо умнее здесь только можно спецслужбам работать либо действительно продвинутым каким-то преподавателем педагогом которые в этом разбираются но если возникает такая черта как характера как замкнутая скрытность стремления изолироваться от обычного круга общения то здесь нужно быть внимательным подростку так скажем да то есть многое вы можете не выявлять на уроках да но тем не менее если вы проведете классный час и расскажете такое подобное каким образом выявлять людей деструктивного поведения то есть рассказать можно родителям родители конечно всегда у нас за своих чат считают что они самые умные что ничто с ними никогда не случится но когда приходит прилетает вот такая вот штучка в виде ареста пытается объявить объявить во всем и правоохранительные органы и учителей которые не работали всех кроме них кроме себя только получается значит необычные внешние признаки стеклянные глаза отрешенный взгляд забывчивость невнимательность то есть человек здесь не только он может быть подвержен так скажем идеям экстремизма но и допустим отклонения психически всевозможные могут быть может быть действительно что-то случилось выпадает выпады выпадение допустим из общего круга так скажем своих сверстников и так далее значит начинает у него проявляется неспособность критически мыслить слушать собеседника то есть человек полностью работает как бы замкнут сам чем-то на аутиста похож значит сейчас настоящее время разрабатывается в главном управлении МВД методические рекомендации по поводу выявления то есть с учетом на предстоящий уже опыт поэтому будем ждать этих методических рекомендаций значит проявление частых немотивированных уходов из дома то есть молодой человек не может найти круги общения всей семье значит если какая-то информация либо у него круг общения действительно он не хочет чтобы об этом узнали родители либо близкие то естественно будет уходить куда-то в удаленные места скрытые так скажем от посторонних глаз значит часто этот бывает признаком одним из деструктивного воздействия проявления резко изменения образа жизни мысли словарного запаса и манеры общения то есть у нас достаточно много всевозможных молодежных течений в том числе деструктивного характера мы с вами изучали их это мой колумбайн и школ шутинг и аое и всевозможные там анархические организации значит здесь в данном случае естественно по образу жизни мыслению то есть если мы молодому человеку говорим что не участвуешь в политике не знаешь что в мире творится потом элементарно вопрос задается про те же самые события какие-то которые идут и тут прорывает молодого человека начинает высказывать так скажем свою не свою же получается точку зрения даже вот случай были когда у нас в январе прошлого года события проходили молодых людей задерживали потом опрашивали зачем мы пошли на этот митинг они я против путина что тебе он сделал объясни то есть не могут логически даже объяснить просто он услышал этот призыв ему понравился все пошли в этом порыве кто-то пошел просто сфотографироваться на фоне толпы и таким образом оказались участниками противоправных действий ну и тут как как всегда это начинается уже пропажа в семье денег и ценных вещей одним из один из этих признаков тут уже от наркомании и до вплоть до внесения средств какой-то какие-то такие течения политические так скажем значит ну и как само собой молодые люди у нас самые уязвимые перед вербовщиками силы уязвимости и не устойчивости к внешним манипулятивным воздействиям вербовщики используют особенности данного возраста и контактность склонность героизации приключениям интерес к оружию преодолению всевозможных преград помните в 90-е года у нас все таки вот криминальные группировочки многие создавались именно на базе спортивных клубов то есть недобросовестный тренер собирал людей потом детей и значит использовал их так скажем в криминальных действиях каких-то значит какие же у нас педагогические технологии про действия интернет вербовки молодежи студенчества необходимо знать какие сайты посещает молодой человек подросток с тем с кем знакомиться и общается на этих сайтах да значит очень много так скажем работы проводится и вами и и родителями но тем не менее еще раз грудите нас умнее в этом отношении смогут скрыть сайты как-то по-другому обозвать и так далее значит рекомендовать подростку молодому человеку быть внимательнее и осторожено реагировать на любые предложения новых знакомых в интернет-пространстве сообщать о них родителям или педагогам то есть сейчас вот этот слайд закончу поговорим с вами еще в ответственности как раз потому что мы много разговариваем именно о том что нельзя допустим много социальных роликов там где дети там на фоне каких-то цветов памятников мы против терроризма но допустим это все картинки то есть картинка которая передается ребенку он ее полном мере не осознает необходимо посоветовать молодому человеку подростку прежде чем репостить информацию себе и своей семье друг своих друзьях и социальной сети проверить не всегда ли данная организация которая не упоминается или материал список запрещенных здесь на сайте роспотребнадзора забивается этот группа либо там сообщество какое-то и там сразу все рассказывается конечно может быть такая группа и еще не внесена в реестр так скажем запрещенных но тем не менее все равно нужно быть осторожным в этом отношении значит можно рекомендовать значит тому кто занимается у нас работает на компьютере обратиться к официальному сайту министерства юстиции российской федерации где размещены федеральный список экстремистских материалов и перечень организаций в отношении которых принято решение запрете либо их ликвидации родительным педагогам специалистам по работе с молодежью следует зарегистрироваться в социальной сети в которой общаются молодые люди подростки подружиться с ними чтобы быть максимально информированы и в визуальных связях и взаимоотношениях молодого человека подростка ну так как один из способов да хотя часто так родители многие делают но дети быстро вычисляет по этим начиная и по сленгам как как они общаются и по темам то есть даже по жестам у них своеобразно там в каждом возрасте своя жестикуляция есть так же как и в местности ну и это уже педагоги специалисты значит проводят постоянный мониторинг гиагностика психологических качеств личности чтобы особо внимание обратить на тех кто психологически больше других склонен к экстремальным и радикальным способом решения возникающих проблем можно проводить эту диагностику с помощью интернет анкетирования значит так как значит молодые люди на определенном этапе склонны к самопознанию так скажем активному в том числе с помощью различных психологических тестов психологические тесты все равно это как один из способов да необходимы постоянно действующие коммуникативные площадки для обмена опытом родителей педагогов специалистов по работе с молодежью в целях противодействия интернет вербовки молодых людей подростков круглые столы семинары конференции форму да вот это один из способов допустим как реагируют дети то есть если они доверяют преподавателю и где-то на круглом столе вы затронули интересную тему то можно услышать они то есть как бы открыты в этом отношении и легко можно узнать допустим точку их зрения начиная того что допустим я проводил на личном опыте мероприятия у нас были профилактика экстремизма терроризма значит попросил подготовить их значит презентацию по тем темам которые их больше всего затрагивает ну начиная от того что от тюремных татуировок допустим и заканчивая тем что милиция подбрасывает или полиция наркотики то есть очень актуальна тема оказалась значит в том числе значит и лгбт тематика затрагивает особенно это касается старшеклассников то есть из-за таких презентаций мы узнаем круг их интересов познания не по теме определенная а именно по их желанию они должны подготовить актуальную тему которая относится к предмету основы безопасности жизнедеятельности и допустим их затрагивает больше всего волнует как что не считается опасным со стороны государства либо со стороны окружающих в данном случае немножко спровоцировал так скажем их ну здесь вот еще раз говорится как я уже сказал исключить методы провоцирования их экстремистского поведения не поведение данном случае как сказала именно их образа мысли на что они настроены что им интересная какая тематика кто-то допустим техники действительно кто-то к литературе кто-то именно особенно сейчас вот молодежь начинает сталина хотя там никогда его не жили при нем тем не менее который час бы сталин мы бы там все было нормально у нас и так далее но в любом случае это относится нужно с ними работать разговаривать так скажем тогда мы что-то о них узнаем проведение серьезно и дально профори тации для того чтобы подросток студент молодой человек смог справиться с переживанием неопределенной социальной перспективы но здесь это да это скорее всего идет у нас классный руководитель должен работать либо специалист который предметник у кого дети очень хорошо себя там зарекомендовали то есть рекомендовать им какой-то выбор профессии и так далее потому что как правило вот в эту социальную среду которую относится дети с деструктивным поведением получается что ребенок не самореализовался другим способом он себя не самореализовать не может да так же бывают факты того что где-то не были зажаты в коллективе то есть его как гадкого утенка использовали ребенок так скажем себя постоянно униженным ощущал и значит его унижали сверстники а педагоги этого не обращали внимание на это и получается потом что он когда освобождается от этого всего начинается у него так скажем мысль преследования тех кто над ним его унижал плохо к нему относился и практически вот люди как не люди подростки которые совершали преступления со стрельбой они такой категории людей относились тренинги с подростками студентами молодыми людьми направлены на помощь самоидентификации здесь самопознание то есть он должен разобраться в себе узнать что он сможет какую пользу принести обществу как может самореализоваться и в этом случае естественно да у нас не нужно замыкаться в свои предметы чтобы дали ему допустим знание по безопасности жизнедеятельности тот техногенная авария природного характера дачи чрезвычайной ситуации остальное как человека мы вас не воспитывая и даже вот сейчас тоже вам расскажу еще про концепцию воспитания на то же вас сейчас постоянно как одним из способов будет использование и вашей практической работе каким образом вы это делаете мы можем это через ну в принципе вы его знаете электронную почту телефон пообщаться и определиться все таки как это лучше как какой в какой форме это делать беседы с родителями педагогами специалистами по работе с молодежью пособия об особенностях и проблемах подросткового возраста молодежи гемографических групп индивидуальные консультации для подростков молодых людей студентов родителей педагогов специалистов по работе с молодежью тренинги с педагогами специалистами по работе с молодежью направлены на сознание ими собственно уровня возрастной толерантности и помощи выработки умений коммуникации с подростками в кризисных ситуациях но здесь конечно и психологи должны проводить тренинги должны быть определенные так скажем вебинары в том числе и психологами как выявлять в молодежной среде данных людей и детей естественно нужно знать их окружение и права и ответственность организатора должностных лиц при проведении собраний митингов шествий и демонстрации значит в соответствии с федеральным законом номер 54 о собраниях митингах демонстрация демонстраuth шествах депикатировать и федеральным собранием федеральным законом номер 65 внесения изменений в к ОАДПЕСА participated нарушения как раз в собрании митингах демонстрациях шествиях депикатворите организатором публичным мероприятием не может быть лицо имеющие неснятую непогашенную судимость за совершение умышленного преступления против основ к осцентационного строя безопасности государства или преступления против общественной безопасности и общественного порядка, либо два и более раза привлекаются к административной ответственности за нарушение законодательства в собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях в течение срока, когда лицо считается подвергнутым административному наказанию. Практически организаторы массовых мероприятий отвечают за оповещение возможных участников в публичном мероприятии и его проведении, подачу заявки соответствующих органам исполнительной власти, у нас как Департамент общественной безопасности подается, либо органы местного совправления. Проведение предварительной агитации, изготовление и распространение средств наглядной агитации. Другие действия, не противоречивая законодательство Российской Федерации, совершаемые в целях подготовки и проведения публичного мероприятия. То есть, если собирается кто-то проводить публичные мероприятия, первое, что он делает, оповещает органы местного совправления субъекта Российской Федерации, затем проводит агитацию, то есть он должен знать круг, лиц, которые будут участвовать в проведении данных акций. Естественно, когда подается заявка, там указываются цели и задачи данного мероприятия. Значит, еще вот из опыта скажу, что не должны превышать численность находящихся людей на данном мероприятии, не должна быть больше той, которая заявлена в заявке, так скажем. Естественно, должны быть оговорены всевозможные условия и с правоохранительными органами, то есть обо всех этих, если что-то пойдет в разрез, так скажем, мероприятию, часто бывает, что люди собираются мирно рассуждать о том, что у них понизили стипендию, либо, значит, не выплатили какую-то стипендию, а приходят добросовестные, так скажем, люди с другими целями и перенаправляют свою толпу для решения других задач, что было как раз и продемонстрировано вот у нас в январе прошлого года и на мероприятиях, которые проходили в том же Казахстане в этом году. То есть здесь собрались, значит, по повышению цен на газ, в итоге пошли громить основной костяк. И люди, которые, допустим, оказывали помощь даже демонстратам, там вот в Алматы девушка одна, значит, там ягод ему воду возила и кормила их, и когда приехала к себе на работу, оказалось, что там ювелирный магазин сломан, все золото вынесли, то есть цель оказалась другая. Значит, по правилам проведения мероприятия, лица, которые участвуют в них, не должны скрывать свое лицо, которые, значит, затрудняют идентификацию личности. Также запрещено иметь опасные предметы, то есть, начиная от оружия, жреческое, легко воспламеняющее вещество. Запрещено, то есть и алкоголь в том числе распивать, носить при себе, в том числе и находиться в состоянии опьянения. Время окончания публичного мероприятия столкно установлено законодательством 22 часа по местному времени. Значит, данные, пункты отражены в административном, в кодексе административных правонарушениях, и в случае нарушения на лицо, которое является ответственным за проведение митинга, составляется административный протокол с целью привлечения к ответственности. То есть, если какое-то идет у нас нарушение, то сотрудники полиции, либо представитель органов местного самоуправления значит, подходит, предупреждает руководителя, что у вас нарушение. Если он, руководитель этого мероприятия, не, так скажем, не устраняет их, то мероприятие закрывается, составляется административный протокол. Здесь вот указаны статьи 20.25, 22.2, 20.18, от 300, то есть до 300 тысяч рублей. Лучше под это не попадать. Здесь, конечно, я сейчас буду рассказывать, вы все равно не запомните, но тем не менее. Значит, административное наказание у нас дополнено новым видом, это в виде наказания в виде обязательных работ. Это, как считается, основная мера наказания. Значит, рассматривают решение не органы, так скажем, полиции, а и только суды районные, не мировые судьи, а районные судьи. Значит, если лицо, организовавшее данное мероприятие, каким-то образом изначально избежал наказания, то срок давности привлечения к административной ответственности составляет 1 год со дня совершения административного правонарушения. То есть в течение года вы будете искать все равно найдут и накажут, штрафуют, либо что-то там с ним сделают, да, заставят работать. Так, это уже мы обсуждали этот вопрос, я вкратце буду. Значит, да, вот какие все-таки основные нарушения бывают при проведении массовых мероприятий? Это частное соблюдение обозначенных в уведомлении цели, формы, места проведения, время начала и окончания предполагаемого количества участников мероприятия, нарушение общественного порядка и безопасности в ходе проведения мероприятия, вношение участников мероприятия специально подготовленных и приспособленных предметов, которые могут быть использованы против жизни и здоровья людей, для причинения материального ущерба государственным, общественным организациям и гражданам. Также не поведение законным требованиям организатора публичного мероприятия, уполномоченных ими лиц, уполномоченные представители органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации, нарушение регламента проведения публичного мероприятия. Но регламент это понятно. Сотрудники полиции имеют право при провождении физического лица в служебное помещение, доставление, либо в органы внутренних дел с целью составления протокола об инферктивном правонарушении, если, допустим, составление протокола является обязательным. При этом доставление при наличии соответствующих оснований может составляться с применением мер непосредственного принуждения сотрудники полиции для пресечения преступлений и административных правонарушений для доставления в служебное помещение территориального органа или подраздельной полиции в помещение муниципального органа и иное служебное помещение лиц, совершивших преступления или административные правонарушения и задержания этих лиц для преодоления противоправных против действия законным требованиям сотрудника полиции, если не силовые способы, не обеспечивают выполнение возложенных на полицию обязанностей, имеют право применять физическую силу, а для пресечения массовых беспорядков у них противоправных действий, нарушающих движение транспорта, работу средств связи организации, специальные средства, то есть согласно федерального закона о полиции. То есть то, что у нас сейчас там, допустим, если где-то видят, что полиция бесчинствует, то здесь такого нет, это все уговорено в законах еще изначально, то есть если митинг, либо какое-то там нарушение общественного порядка идет, то сотрудники полиции имеют право применять физическую силу и так далее, в том числе водометы, палки резиновые, наручники и другие средства. Значит, доставление лиц в служебное помещение органов внутренних дел должно быть осуществлено в возможный короткий срок. В исключительных случаях, при неустранении обстоятельств, обусловивших невозможность составления протокола административного правонарушения к доставленным лицам, может применяться административное задержание краткое время ограничения свободы. Значит, срок ограничения свободы не должен превышать трех часов. То есть могут задержать на три часа кого-то. Значит, в постановлении правительства Российской Федерации номер 627 определено, что люди, которые задерживаются, там и медицинское обслуживание должно быть и так далее. Задержанному лицу разъясняются права его и обязанности, предусмотренные кодексом административных правонарушений, в чем делается в соответствии с запись протоколя об административном задержании. По его просьбе о месте его нахождения в кратчайший срок уведомляются родственники, администрация по месту его работы, учеба, также защитник. В административном задержании совершеннолетняя в обязательном порядке уведомляются его родители или иные законные представители. То есть, если ребенка где-то задерживают, обязательно должны уведомить родители. Наиболее кратчайший срок. Здесь мы с вами рассматривать не будем. Если кому-то будет интересно, она есть у меня в презентациях в шитьевом методическом объединении, маленько в другой форме, но тем не менее здесь все рассказывается, за что несет ответственность руководитель массового мероприятия публичного. Здесь оговорен порядок предупреждения руководителя публичного мероприятия с целью его привлечения к административной ответственности. Все это оговорено в 54-м федеральном законе, ст. 17. То есть представитель органов местного управления дает организатору мероприятия прекратить публичное указание о прекращении публичного мероприятия, обосновав причину его прекращения. Значит, в течение 24 часов дает ему письменное указание. Устанавливает время для выполнения указания о прекращении публичного мероприятия. В случае невыполнения организатором публичного мероприятия указания о прекращении, обращается непосредственно к участникам публичного мероприятия и устанавливает дополнительное время для выполнения указания о прекращении данного мероприятия. Здесь еще раз, что сотрудники полиции по указанию органов местного управления дают прекратить данное мероприятие. В соответствии с пунктом 5.6 в части 1 статьи 12 Федерального закона о полиции к обязанностям полиции относятся обеспечение безопасности граждан и общественного порядка на улицах, площадях, стадионах, скверах, парках, на транспортных магистралях, вокзалах, в аэропортах, морских и речных портах и других общественных местах, а также обеспечение совместно с представителями органов исполнительной власти, органов местного управления, организаторами собраний, митингов, демонстраций, шествия и других публичных мероприятий, безопасность граждан и общественного порядка оказания в соответствии с законодательством Российской Федерации, содействие организаторам спортивных, зрелищных и иных массовых мероприятий в обеспечении безопасности граждан и общественного порядка в местах проведения этих мероприятий. Здесь говорится о том, что сотрудники полиции в обязанности их относятся именно к оказанию содействия организаторам публичных мероприятий, органам местного управления. Здесь в случае выхода из партконтроля, какие действия должны осуществляться. В соответствии с положением федерального закона полиции, в этих случаях полиция вправо осуществлять задержание нарушителей общественного порядка, проводить по решению руководителя территориального органа и лица его замещающего оцепления, блокирование участков местности при проведении мероприятий по пресечению массовых беспорядков, иных действий, нарушающих движение транспорта, работу средств связи и организации, для пресечения преступлений и административных правонарушений, для доставления в служебное помещение территориального органа или подразделения полиции, в помещение муниципального органа и иное служебное помещение лиц, совершивших данное административное правонарушение и задержание этих лиц для преодоления противодействия законным требованиям сотрудника полиции, применять физическую силу, а также специальные средства, порядок, которых предусмотрен в статье 21 Федерального закона о полиции. В чем говорится, что для пресечения массовых беспорядков и иных противоправных действий, нарушающих движение транспорта, работу средств связи и организации, сотрудник полиции имеет право лично, либо в составе подразделения группы, применять следующее специальное средство, это палки специальные, специальные газовые средства, электрошоковые устройства, светошоковые устройства, световые и акустические специальные средства, водометы, бронемашины. Значит, запрещается сотрудникам полиции применять специальные средства при пресечении законных собраний и митингов, которые не нарушают общественный порядок, работу транспорта, средств связи и организации. Значит, согласно статье 17 части 4 Федерального закона, неисполнение требований сотрудников полиции или непонавление сопротивления имя отдельных участников публичного мероприятия влечет за собой ответственность этих участников в предусмотренном законодательстве Российской Федерации. Если там оказывается неповиновение сотруднику полиции, то влечет этот административный штраф размером 500 до 1000 рублей или административный арест на срок до 15 суток. Чаще всего применяется административный арест. Так, сейчас маленько еще один социальный видеоролик посмотрим. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Значит, один из способов тут действительно использовать какие методики, такие способы, именно по концепции воспитания, я думаю, такие вот видеоролики, то есть это же здесь ничего сложного нет в данном видеоролике, То есть если старшеклассники снимут что-то подобное на какую-то другую тему, допустим, ту же тему толерантности, то есть они когда прорабатывают ее, что-то новое узнают, пытаются донести какие-то хорошие, допустим, качества человеческие, то, естественно, это является одним из способов воспитания их. Кто-нибудь используете подобные приемы? Получается, кто-то использует, кто-то использует. Очень эффектный способ, допустим, даже ребятишки, которые по каким-то причинам, допустим, пандемии, либо что-то, они вынуждены пропускать какие-то занятия для того, чтобы... Вот я как использую, допустим, урок безопасности жизнедеятельности, либо физическая культура урок, да? То есть они делают видеоролик определенный, либо пропаганда спорта там, то есть это объединяет группы, сплачивает их в какой-то степени. И затем уже посмотришь, допустим, класс, делают два совершенно разных видеоролика, и мы выявляем потом обществе людей, какая у них, к чему они какой-то, так скажем, предрасположенность, каким видом там. Кто-то любит спорт, кто-то, допустим, элементарно. Вот такого класса, допустим, снимет видеоролик. Добро кому-то интересно, да? Вот зависть. Можно про зависть какие-то такие человеческие понятия и характеристики. Если они изучат, это плюс большой будет. Потому что в какой-то степени сейчас все психологи, в любое состояние человека, если что-то ему непонятно, он может через интернет узнать, а узнает он это, естественно, нет переисточников, а узнает от других блокеров, которые так же перекладывают с больной головы на здоровую все это. Так, у меня все-таки вопрос еще. Что бы вы хотели сегодня вот услышать? Еще оставшееся время немножко есть, потому что запланировано у меня много, то есть получается 40 часов подготовлена программа именно про профилактику экстремизма, терроризма. Значит, я хотел бы от вас услышать какую-то обратную связь, получить, что, допустим, на перспективу, либо какие-то вот вас не устраивает в данной теме. Я думаю, с сертификатами это вам как положительно будет преподавателем БЖ в данном случае. Сколько там участия в вебинаре? Я прошу написать, чтобы мне, потому что должна быть обратная связь, что-то интересное, что вас интересует. Конкретно, вот что хотелось бы все, вот вы же проходили, да, Любовь, со мной, у меня занятия, да, по-моему, вот помню, что вы, или бы вы были на методико-практических каких-то занятиях именно. А по экстремизму, терроризму, там, да, у меня целый раздел, рубрика есть в сетевом объединении. Может быть, напрямую там зададите вопрос, что вас интересует, конечно, то, что позволительно, та информация, потому что, конечно, по долгу службы, так скажем, трудился в МВД, обладаю, конечно, и другой маленькой информацией, но, тем не менее, то, что вам нужно будет, я все это буду стараться вам рассказывать. Значит, коллеги, рекомендация информации от МВД Красноярского края, я вот пытаюсь сейчас, какие у меня есть, сбросить, больше у меня, конечно, от администрации Красноярского края, там, антитеррористический комитет все-таки при администрации края у нас находится, а Министерство внутренних дел, оно выполняет свою определенную работу уже. Конечно, профилактика здесь большое внимание уделяется, профилактике, но большей частью, скорее всего, другая именно. Вот здесь немножко говорится про Колумбайн. Да, вот как мы с вами говорили, что родители не понимают причины, почему подростки становятся такими вот агрессивными. Родители, в первую очередь, материальные блага дают детям, они уже сами к себе предоставлены. Да, вот здесь как раз говорится, что участники этих сообществ, именно дети, которые учатся хорошо, занимаются, но, тем не менее, попадают под влияние данных контентов. И лиц, которые это все пропагандируют. Да, вот здесь как раз говорится. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Здесь же видно по ней, как она демонстративно все это делает, чувство безнаказанности и так далее, что она права, накачанная всевозможными идеями и так далее. Продолжение следует. 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 Использовать подростков в своих целях. Так, я думаю, у нас мероприятие закончится уже должно, по идее. Про подростков показывает. Так, телефон, если нужен, я сейчас оставлю свой здесь. Кто забыл? Николай Николаевич Струков. Электронная почта. Продолжение следует. Продолжение следует. так всем все ясно если вопросов нет тогда все может будем заканчивать мероприятие